Уважаемые колени, весело, конечно, доброе. Сегодня город Днепр, и не только наш город, находится в ситуации стихийного бедствия. Утром я имел уже разговор с премьер-министром Украины. Причем Владимир Борисович сам вышел на связь, потому что есть серьезная беспокоенность с его происходящими событиями. Я, как всегда, буду достаточно откровенен, поскольку, конечно, мы все наблюдаем внешние проявления, связанные с массовым обрывом проводов. Порядка повалено уже трех тысяч деревьев с заторами на дорогах. Но я думаю, коллеги лучше это прокомментируют. Но есть более серьезные проблемы, в частности, высокий уровень воды в Днепре. Возможно, в ближайшее время подтопление, в частности, в АНД районе. Мы внимательно сидим за ситуацией каждую минуту. И в том числе разговариваю с премьер-министром о том, чтобы были даны соответствующие поручения. И начинал рассматриваться вопрос о сбросе воды в Днепре. Поскольку ситуация, она не критичная, но вызывает серьезные опасения. Только что я разговаривал в том числе с мэром Запорожья Владимиром Буряком, с руководителями областной государственной администрации Запорожской и Днепропетровской областей, чтобы вы понимали, только по области у нас обесточены порядка 50 населенных пунктов. Поэтому мы внимательно следим за ситуацией, полностью мобилизовали все силы. По моим данным, пока ситуация не является критической. Более того, только что я имел разговор с руководством ДТ «Кобалэнерго», и они мне пообещали, что в 12 часам включат все резервные линии и стабилизируют ситуацию с подачей электроэнергии. Поэтому я думаю, что нам стоит с вами вести дальнейший диалог и быть постоянно на связи. Вечером, может быть, мы проведем еще один короткий брифинг, потому что ситуация меняется постоянно. Сейчас наибольшее опасение у меня вызывает ситуация, связанная с отоплением больниц и предприятий бюджетной сферы. Никто, естественно, не ожидал, что в конце апреля будет такой снегопад и такое понижение температуры. Когда фейсбук-эксперты начинают говорить, что давайте включим отопление, они просто не понимают, что оно централизовано, и для того, чтобы запустить по городу отопление, для этого нужно провести целый ряд технологических мероприятий, в том числе развоздушивания, и в некотором случае это может занять до недели. Поэтому в настоящий момент мы сидим и пытаемся найти решение для того, чтобы хотя бы обеспечить приемлемый уровень температуры в больницах. Все остальное пока под контролем, и я надеюсь, что со всеми вызовами, которые мы стали сейчас, мы справимся. Я буду просить Михаила Александровича, наверное, собирать уже комиссию по чрезвычайным ситуациям, и в том числе будем обращаться в правительство за помощью финансовой для ликвидации последствий стихийного бедствия. Это реально стихийное бедствие. Чтобы было понятно, для того, чтобы убрать все поваленные деревья во дворах силами коммунальщиков и подрядных организаций, нам понадобится не менее 10 дней. Поэтому в том числе я разговаривал с мэрами других городов, я же уже называл фамилию Буряка, Владимира, мэра Запорожья. Будем просить помощи у наших коллег, у других территориальных громад, чтобы нам помогали в первую очередь людьми и техниками. Хотя, скажу так, в Запорожье упало полторы тысячи деревьев, там ситуация не лучше. Поэтому, как бы, в общих чертах я сказал, по ситуации будем на связи, и будем однозначно, как бы, вас информировать. Еще, пользуясь случаем, хотел бы обратиться к руководителям организаций, учреждений, предприятий, всем неравнодушным гражданам. Вместо того, чтобы истерить в социальных сетях или давать советы издалека, это наш общий город. Это город не мэра, не коммунальных предприятий. Это город, который принадлежит нам всем. Поэтому каждый человек, меру своих сил и возможностей, должен сделать так, чтобы справиться с последствиями стихийного бедствия. В первую очередь, это, конечно, касается крупных промышленных предприятий, у которых есть и техника, и люди, и возможности для того, чтобы подключиться и помочь городу на ликвидацию последствий. Спасибо. Николай Александрович, вам спасибо. Синские учреждения, в частности, родильные дома, те, которые можно было запустить, которые запущены от каких-то небольших локальных котелин, эта работа началась еще вчера в 3 часа дня. То есть несколько родильных домов, которые запитаны от каких-то котелин небольших, это уже сделано. Основная масса родильных домов, основная масса всех стационаров, больниц, они запитаны от общей системы отопления. То есть и для того, чтобы запустить их, мы не можем запустить отдельно одну больницу, это придется запустить все. Для того, чтобы запустить все больницы, у нас в настоящий момент отсутствуют лимиты на газ. То есть мы не планировали приобретать газ в конце апреля месяца. Мы не заказывали эти лимиты, мы не совершали предоплату. А «Нафтогаз» производит оплату, то есть не так, что мы там... Александр, можно я тебя прерву? То есть мы буквально сегодня проводили аппаратное совещание, пока Михаил Александрович ездил, так сказать, по горячим точкам. Я дал распоряжение в случае технической возможности подключать котельные, и будем просто делать несанкционированный сбор газа, и если что, просто платить по двойному тарифу и все. То есть лимитов нет. Опять же, будет зарано. Но я принимаю на себя такую ответственность, мы, если технически будет возможность, просто будем делать несанкционированный отбор, а потом платить по двойному тарифу. Школы, садики, больницы. Больницы, поляка, вы сказали, а школы, садики закрываются, не закрываются. На сегодняшний день какова ситуация, и на будущее будет... Уже доно соответствующее распоряжение, прошла по школам телефонограмма, школы закрываются до пятницы включительно. Садики. То есть дети пойдут в садики, нет. Дети пойдут в школу в понедельник. Сегодня дети, которые пошли в школу, с ними закончат занятия. Где-то говорят, просто напоили горячим чаем, отпустили по домам. Завтра и в пятницу школы работать не будут. Смотрите, давайте говорить, когда мы говорим, все дороги проездные и дороги по дворам. Внутри квартальных. Да, внутри квартальных. То есть, естественно, есть основные магистрали, в городе нет транспортного коллапса. Вы прекрасно понимаете, когда в конце апреля выпадает по 30 сантиметров снега, не в состоянии ни одна служба убрать дороги внутри квартальных. Давайте же будем ответственными гражданами, которые понимают объективную ситуацию. То есть я думаю, если бы такое случилось, например, в США, уже бы, наверное, ввели чрезвычайное положение и бы уже ввели национальную гвардию. А у нас просто сидят все в фейсбуке, пишут, что все пропало, кругом сплошная зрада. Когда такое было, чтобы после Пасхи в конце апреля выпало 30 сантиметров снега за одну ночь? Эта ситуация просто-напросто не то, что невероятная. Ее невозможно было представить. Я просто сидижу и иногда думаю, что если у нас в городе, не дай бог, случится землетрясение или еще какое-то стихийное бедствие, будет ли в этом виноват лысинка или филар. Или метеорит упадет.